Загляни в лавку rpgdon.com, закажи услугу Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео! Всем привет! Вы на канале Вульфий Нитрич и сегодня мы играем в Black Desert. Ссылка на игру есть в описании к этому видео. Сегодня я хочу поговорить об обновлении 26 октября. Нам завезли наконец-то вторую часть Камасильвии и запустили парочку интересных ивентов. Сейчас предлагаю подробно разобрать обо всех изменениях и дополнениях и в конце видео я покажу квестовую цепочку в Камасильвии 2 и для чего нам это нужно делать. Давай начнем для начала с ивента, который взбудоражил полностью весь руов. Ивент торговец древностями. В каждом городе возле складовщика можно обменять сундук с реликтами шикоту за 50 миллионов серебра и сундук с наследием шикоту за 10 миллионов. Чем эти сундуки такие необыкновенные? Тем, что можно, открыв один сундук, потратив 50 миллионов, получить ожерелье Ограф 4 или же к примеру серьги из красного коралла 4 за 10 миллионов. Совет Валкса плюс 100 это 100 лаков уже запакованных, которых можно активировать на персонажа. Сейчас все пытаются продать ненужный босс-шмот, ненужное оружие, точеные и неточенные, все абсолютно выгребается и вылетает на аукцион, цены падают и все ради того, чтобы люди попытались свою удачу. Во время стрима многие делились впечатлениями. Кому-то повезло и кто-то сорвал джекпот в виде острого камня разрушения за 1 миллион, а кто-то кроме печенек и разных точек ничего не получил. В общем, эта лотерея покруче вжуха. Если ты пробовал свою удачу, если ты пытался сорвать джекпот, напиши в комментариях, какие у тебя получились результаты. Этот ивент будет у нас работать до 8 ноября. Теперь давай по камам о сильве. Добавлено целых 17 новых локаций, кучу новых НПСов. В общем, для любителей выполнять квесты, открывать территории, качать энергию и влияние – это шикарнейший контент. Добавили новый календарь, в котором, как обычно, дается 10 печати шокоту и в этот раз один сундучок с ограми. И включили до 8 ноября опыт, получаемый с кокунами плюс 10%. Для чего это было сделано? Потому что был добавлен новый конь 9 ранга – Дайн. В простонародье единорог. Чем этот конь хорош? Тем, что он дает баф двух видов. Первый – это вся защита плюс 10 и уклонение плюс 10 на 30 секунд, а также восстановление ХП и МП и ПДП в течение 30 секунд. То есть, 10 персонажей он может своего рода подхилить. Конь пробуждается так же, как и Пегас. То есть, сейчас у тех, кто до сих пор Пегаса не смог получить, может получиться вот такой единорог. Для каждого класса, для двух боевых важных скиллов снизили левел для изучения. Если раньше это были 60-62, то теперь это 59-60. Посмотри на свои навыки. Возможно, у тебя хватает скиллпоинтов, и ты можешь что-то прокачать. Подробный обзор по каждому споту я делать не буду. Этим займется Нитрич. Со временем он сделает замеры на каждом споте, оценит профитность сбора, оценит профитность по процентам, по дропу на каждых из мобов. Но выполняя квестовую цепочку, я пощупала, в принципе, всех. И хочу отметить, что большинство монстров для 60-го уровня и 160 атаки, ну очень легкие. То есть, сюда можно смело идти с атакой 110, как и написано на карте. И я думаю, что 58-му уровню здесь будет чем заняться, в отличие от первой части Камасильвии, где даже 61-му здесь было некомфортно. Но в первую часть Камасильвии внесли небольшие правки. Во-первых, пофиксили здоровье и защиту у Маншару и у древней, а также увеличили их численность. Из большинства монстров теперь падает кукла Вуду Маншару. Это своего рода дискотека, которая собирается в форме крестика, как кальфионская дискотека. И получается свиток. Призвав свиток, мы убиваем босса. Босс фармится в соло. Написано, что свиток доступен для призыва с 56-го уровня. При моем гире, 170 атаки, 60 уровень, визард. На фарм потребовалось более 5 минут. Босс практически не пробивает 300 дефа. Я думаю, что если прийти в 250, то будет немножко больно, но атаки у него достаточно предсказуемые. Ближнее АОЕ. Периодически на земле появляются красные круги, от которых нужно отходить. Из них выпрыгивают монстры, которые опрокидывают, то есть урона фактически нет. Эвейдим любые атаки, которые производит сам рейд и наносим дамагу. Дропом мы ничего не получаем, но за завершение задания получаем шарик, немного опыта и очки навыка. Из шарика, который дается по квесту, мы можем получить из ценного это серьги карнака и энергия воды. Также лепестки хризолита, которые меняются на воздушные водоросли, знак дикого зверя или радужную ягоду. Это итемы для пробуждения девятого коня. Также мы получаем камни, оружие и брони обычные, печати охотника, серебро и итемы на продажу. Стоимость дискотеки, если ее покупать с аукциона, выходит от 3 до 3,5 миллионов. По дропу, как видишь, если не выпадает серьга карнака, то мы уходим в минус. Однако и сережек на аукционе много. Особым спросом они не пользуются, так как бонус у них это урон по монстрам Камасильвии. Буквально за один день на аукционе появилось уже 700 этих кукол Вуду. Предполагаю, что популярности особой она пользоваться не будет и если ты фармишь Камасильвию, будет намного выгоднее тебе их зафармить этих боссов, чем пытаться продать и демпить цены на сами кукла Вуду. Добавлены новые аксессуары, которые можно выбить из монстров Камасильвии. Бижутерия очень даже крутая. Пояс Тангарда. Он, по сути, круче Василиска. Во-первых, при заточке он дает больше атаки. А во-вторых, он бонусом дает еще и плюс 20% гнев черного духа. А кольцо при заточке начинает давать одну защиту. Шаг заточки у кольца 2, у пояса 3. Добавлена новая броня синего качества. Шлем, который дает бонусом 100 хп. Доспехи, бонусом дает 100 мпфпдп. Перчатки, которые точатся на меткость и обувь, которая точится на уклонение. По бонусам очень похоже на босс шмот. По защите не лучше, чем грунил, но хуже, чем босс шмот. По цене от 9 млн за одну шмотку. То есть целенаправленно точить на 19 будет только человек неопытный, не знающий, либо просто из спортивного интереса. Так как чинить этот шмот крайне дорого. Эффект комплекта вполне приятный. Скорость перемещения шанскрита от 3 предметов, опыт навыков 10% от 4 и от 5 предметов скорость атаки плюс 2 и скорость навыков плюс 2. Но! Пятый предмет это либерта. А либерта это недоделанное босс оружие, которое стоит много, но дает мало. Оно не стоит тех денег, чтобы тратиться на эту либерту. Любой здравомыслящий игрок, либо новичок, который прислушивается к опытным игрокам, либерту не покупает, тем более 18-19. Он бегает до 56 уровня с Юркой, или каким-нибудь Элси, в общем любым оружием 16-17 заточки, покупает себе пробужденку и потом копит на кзарку. Либерта это промежуточные затраты, которые никому не нужны. Поэтому будет ли этот комплект вообще популярен, задемпят ли цены и будут ли фармить вообще монстров в Камасильве, чтобы перенасытить аукцион этими предметами, пока же только время. Но я хочу знать твое мнение. Как тебе этот комплект? Какие прогнозы? Какое будущее видишь у этого комплекта? Ну и добавлен еще один набор аксессуаров, который нигде не выбить, который нельзя улучшить, но по бонусам уже нулевой заточки он дает хорошую альтернативу для новичков. Выбрать один предмет можно, завершив вторую цепочку в Камасильве. Аналогия как с Валенсией. В Валенсии нам дается тоже бижутерия за выполнение квестовой цепочки. Ты можешь прокачать несколько персонажей до 56 уровня, выполнить эту цепочку по несколько раз и получить соответственно несколько предметов бижутерии. То же самое и здесь. Качаем персонажа, грубо говоря, до 60 уровня, 5 штучек, да, и делаем себе полный комплект. Чем эта бижутерия хороша? У меня бижутерия на атаку не топовая, а бюджетная. Ожерелье дает атаку плюс 10, защиту плюс 5 и 50 хп. У меня же второе ожерелье стражей. И как видишь, бонусы примерно такие же. Серьги, атака 8 и меткость 14. Это дешевый вариант кораллов. Причем по атаке третьи кораллы дают тоже 8 атаки, но чуть побольше меткости. Ну а кольца, атака 8, защита 2. Я лично заменила свое третье кольцо из синего коралла. Помимо атаки 8, здесь я получила еще 2 защиты. Бонусом 3 предмета дают доп. урон по камасильве, макс хп и макс выносливость. Ну бонусы такие себе. Напомню, что бижутерию точить нельзя, она нужна как альтернатива для бюджетной бижутерии. Хочу отметить забавных монстров, грибочков, из которых собираются разнообразные новые типы грибов, которые нужны для новых кулинарных блюд. Итак, у нас есть ядовитый лес, здесь живут вот такие грибы и они, казалось бы, напоминают големов. С одним только отличием, что голема мы собираем голыми руками, а здесь нам нужна тяпка. Тратится энергия, сбор занимает чуть больше времени, чем у големов. Но в целом, здесь хорошим бонусом можно получить трюфель. Помнишь, да, что такое трюфель? Это гриб, который практически нигде не раздобыть. И я недавно выбила эссенция мертвого дерева. Это алхимический ресурс, который для чего-то нужен, пока не разобралась еще для чего. Примерно за полчаса фарма, во время стрима мне помогали ребята, Оззи выбил буквально 2 или 3 трюфеля. То есть, это получается проком со сбора. Со сбора мы получаем с одного гриба сразу от 3 до 5-6 разных грибов. В принципе, собирателям будет здесь чем заняться. Тем более, что ввели новый обед. Камасильвийский обед, который дает макс хп 150, макс выносливость плюс 200 и небольшое увеличение урона от атак в спину. Этим обедом наверняка кто-то захочет заменить такой обед, как лагри, который дает 100 хп всего лишь. Также таким персонажем, как сорка или дыка, выносливость, всякой лишней не будет. Так что спрос на этот обед, я думаю, будет. Также добавили на удивление необычные зелья и блюда. Зелья все рассчитаны на шанс получения знания и знания высокого уровня. А вот блюда дают очень необычные бонусы. Такие как 300 хп, к примеру, или же восстановление МПФ и ПДП при попадании. Пока у меня не было возможности разобраться в рецептуре, посмотреть из каких ингредиентов создается что обед камасильвийский, что вот эти вот ресурсы. Но я думаю, что в ближайшее время в интернете обязательно появится вся эта база. Также приятным нововведением были рабочие, которые добавлены на территорию камасильвии. В старый поселочек чаще древних мудрецов можно нанять рабочего, а также можно развернуть производство в городе Грана. Здесь есть все. И даже покаделка. Так вот в камасильвии у нас есть особые расы. Это Пафу и Инган. Соответственно, эксперт, мастер, специалист или же просто рабочий. Сегодня немножко ролила на стриме и из 15 попыток мне выпало примерно 8 сереньких, парочка зелененьких и один синенький. Также там есть разновидности. Быстрый рабочий, но с малым количеством энергии. Или же рабочий с 40 энергии, но при этом он был медленный. Покаделки, которые находятся на территории Валенсии, сделаны так, что одновременно за один крафт они крафтят 5 паков готовых. То есть имея рабочего с плюс 3 повтора, если удастся так сделать, ты будешь делать за один крафт 20 паков. Но если нет обычным рабочим, то всего лишь 5. Также добавлена каретная мастерская, в которой можно скрафтить новую карету. Называется она лесная повозка. Отличается от предыдущих версий карет тем, что ее можно ремонтировать. То есть это некий аналог брига или же эскорта, выносливость которых восстанавливается у НПС. Также эта телега ускоряется при нажатии кнопки shift, чего раньше не делали ни одна предыдущая телега. Но на крафт, как видишь, нужны диковинные ресурсы. Откуда берутся, как их сделать, где вообще это все покупается, пока я не разобралась. Но в планах, так же как и с Бригом, как и с эскортом, сделать отдельное специальное видео, где все будет полностью детально расписано. Ну и самое вкусное я оставила, конечно же, напоследок. Во-первых, два призывных босса. Первый – Аргон, второй – Ронинг. Оба эти босса доступны, как Пхек, Маскан, Древень, в общем, через Черного Духа. Также он дает задание на убийство монстров, в награду мы получаем свиток. Если получить знание на этого босса, то задание будет завершаться автоматически. Но чтобы боссы стали доступны, так же как и с Грифоном, нам нужно выполнить квестовую цепочку, вторую часть в Камасильвии. Давай сейчас я расскажу по поводу боссов, а потом приступим к цепочке. Первый босс – Аргон. Это дракон с наездником. Тактика фарма проста. На сайте написано достаточно двузначно, но пощупав этого монстра, все стало понятно. Главная задача – это убить дракона. Когда у него 50% хп, урон по дракону перестает проходить, но с него падает наездник. Вносим урон наезднику, сносим 50% и дракон возвращается в бой. Здесь можно уже отложить наездника и просто вносить дамаг в дракона. Как только мы добьем, наездник пропадает. Но если же потратить время на наездника и убить его первым, дракон становится каменным. То есть, в принципе, мы ничего толком не выигрываем, только теряем время. Поэтому, не раздумывая, сразу вносим дамаг в дракона. С этого Аргона можно получить новые босс-ботинки, которые называются Обувь Аргона. И выглядят вот так забавно. Зеленые коготки. Мне было бы стыдно, честно говоря, внешне в таких появляться, но бонусы у них неплохие. Они заменяют Маскана в комплекте, то есть комплект от босс-сета работает. И дают они защиту 6, снижение получаемого урона плюс скорость перемещения. И при заточке дает снижение получаемого урона. Сегодня уже на стриме мы рассуждали на тему, что же лучше, уворот или снижение получаемого урона. Адекватных замеров, к сожалению, нет пока нигде. Есть корейские, но Корея это как другой мир. У них своя игра, свои настройки. И, к сожалению, от русских серверов там есть отличия. Поэтому ждем, когда кто-нибудь заточит себе эти коготки на 19. Имея 19-го Маскана, попробует сделать какие-то замеры. Ну, хотя бы такие, как мы с Нитричем тестили. Что 20-х Пьегов, что Каранду. Хотя бы такие замеры, я думаю, будут полезными. Ну, а убив Ронина, мы можем получить кольцо Ланара. Это то золотое кольцо, о котором я говорила в начале видео. Также случайным образом получаем ярость леса, камень защиты, обыкновенные и разные ништяки типа точек. Монстры, которых нужно убивать для Ронина, достаточно слабенькие, в отличие от Аргона. Там самые жирные, самые деревянные монстры, которые есть на этой локации. Монстры предназначены для группового фарма. Но пока непонятно, профитен этот фарм или нет. Жди в следующих видео, Нитрич ответит на этот вопрос. Для гильдии добавлен очень удобный интерфейс для набора новичков. Сейчас через функцию продвижения глава гильдии или офицер может сразу же скидывать ссылочку на сайт. И плюс само объявление очень хорошо выделяется из общей массы сообщений в мировом чате. И еще одна полезная, удобная штука. Это можно написать в ЛС через гильдийный список. Просто тыкаем на никнейм и вот он, шепот. Полезные изменения в интерфейсе. Добавлена функция для создания групп питомцев. Можно создавать своего рода билды для питомцев. То есть, имея, к примеру, 7 питомцев, 2 из которых на ремесленный опыт, либо там авторы балку, либо еще что-то для разных ситуаций. Просто создается наборчик, жмакаем на нужную циферку и питомцы призываются. Очень удобно. А также можно заблокировать использование черного духа. Есть скиллы, есть персонажи, которым противопоказано использовать вот ульту. Более профитно эту ульту в себя поглощать. Так вот нажимаешь Alt-B и ульта блокируется автоматически. Ни один скил, даже если у тебя будет 200% черного духа, ни один скил этот дух не используют. Но еще одна вкусняшка, приятный бонус для старичков, это бижутерия, которую выдают в достижениях за получение 61 и 62 уровней. Кольцо, хочу заметить, это аналог третьих храмов. Именно поэтому в последнее время этих храмов стало так много на аукционе. По поводу сирьки пока сказать не могу, ни у кого знакомого 62 левела нет. Ну а для новичков, для малышей, которые недавно к нам пришли в игру, в меди и в кальфионе ввели новаторскую систему. С мобов падает и автоматически бафается баф. Боевой опыт, опыт навыков, скорость атаки, меткость, урон по монстрам, скорость передвижения и снижение урона от монстров. К сожалению, у меня не получилось затестить и получить хотя бы один из этих бафов. Вероятно, шанс получения слишком рандомный, либо я била не тех монстров. Если у тебя есть какая-нибудь информация, ты что-нибудь заметил из этого обновления, пиши, пожалуйста, в комментариях, что и как это было. Давай теперь приступим к квестовой цепочке. Для начала, чтобы эта цепочка была доступна, нужно выполнить первую часть. Про хождение первой части я рассказывала в одном из видео по обновлениям, ссылочку я оставлю в описании. Так вот, добрались мы до второй части, призываем тучку и дальше пошли по накатанной. Ходим от НПСа к НПСу, ничего абсолютно сложного нету, никаких сложных задач нам не ставят. Просто познакомиться с одним НПСом, принести что-нибудь другому, убить какого-нибудь монстрика третьему и параллельно мы открываем локации. Если ты первую часть не сделал, или у тебя твиночек, у которого нет первой части, лучше во вторую Камасильву не ходи. НПСы с тобой откажутся разговаривать напрочь. Ты даже не сможешь познакомиться с ними, открыв узлы. Некоторые узлы открываются за энергию, а если НПС не хочет говорить, то ты даже потратить ее не сможешь. Также на эту квестовую цепочку я рекомендую идти, имея в сумке банки энергии или хотя бы 200 энергии про запас. Потому что нас отправят в библиотеку, в которой нужно будет кучу книг перечитать за энергию. А также, повторюсь, подходя к НПСам, управляющим узлами, чтобы открыть сам узел, нужна будет энергия. Объяснять пошагово, что я делала под квестовой цепочкой, я не буду. Все достаточно просто. Просто слушаем музычку, и если возникают какие-то проблемы, перематываем до нужного задания и смотрим, как выполняла его я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...